Строительство социально значимых объектов, расселение из ветхого и аварийного жилья и лесные пожары. Мэр Магадана Юрий Гришан провел еженедельный брифинг для журналистов. Глава города рассказал, что продолжается строительство нового плавательного бассейна в микрорайоне Нагаева. К объекту уже организован самостоятельный подъездной путь, что минимизирует количество автовладельцев пользователей бассейна на территории соседних дворов. Строительство идет согласно графику, как и возведение новой школы. Приехало достаточно много людей, на сегодняшний день там работает 60 человек на стройке. Нам нужно максимально сделать в этом году все, чтобы школу построить и подать туда тепло, чтобы в зимнее время могли отделочники работать, заниматься всеми внутренними работами. На следующий год уже благоустройство и 1 сентября перерезать ленточку. Дети должны пойти туда в новый детский сад и новую школу. Между тем, в Магадане продолжается расселение жителей из ветхого и аварийного жилья поселку Ухтар. Ранее сообщалось, что на покупку квартиры нескольким семьям выделили 4 миллиона 400 тысяч рублей из бюджета Магадана. Это последние жители дома, который в этом отопительном сезоне уже не будет подключен к сетям. Кроме того, возобновлены работы по строительству нового дома в поселке Сокол. Дом хорошие, дом хорошей планировки. Он был, кстати говоря, законсервирован перед тем, как строительство было приостановлено. Сейчас там ведутся работы и я думаю, что в этот дом мы сможем какое-то количество людей из аварийного жилого фонда по поселку Ухтар переселить. В одном из домов мы не будем начинать отопительный сезон. Сейчас отремонтировали квартиры для повторного заселения в Ухтаре Соколе и этих людей будем переселять из аварийных домов в комфортное, нормальное жилье и сносить эти дома. Между тем, глава города прокомментировала ситуацию с лесными пожарами, борьба с которыми в настоящее время ведется в районе поселка Ухтар. Благодаря камерам видеонаблюдения удалось установить причину возгорания. Ей стало неосторожное обращение колымчан с пиротехникой в лесном массиве в районе дачного сектора. В связи с засушливой погодой огонь быстро распространился и сильное задымление грозило закрытием работы аэропорта Сокол. В настоящее время в тушении пожара задействованы специалисты городского лесхоза, авиалесохраны, пожарно-спасательного центра и три единицы землеройной техники. Сработали, кстати говоря, наши минерализованные полосы, которые отсекают населенный пункт от лесного массива. Тем самым огонь не пришел в дома на улицу Братскую. Не удается обуздать огонь. Работают со всех сторон с тем, чтобы локализовать и сберечь лес, не нарушать экологию, не мешать работе аэропорта и самое главное, конечно же, уберечь людей. Осложняется работа и тем, что участок возгорания находится в труднодоступной болотистой местности. Власти в очередной раз призывают колымчан быть предельно осторожными при использовании легко воспламеняющихся средств в лесном массиве и черте населенных пунктов. Спасатели нашли пропавших лесников. 13 сентября вечером на пункте